Гармония в разнообразии Здравствуйте! Вы смотрите Harmony in Diversity, и сегодня мы беседуем с йоги Матсиндранадха Махараджи, гуру в традиции йоги Натхи. У вас русский акцент, но вы йоги. Как это произошло? Действительно, я родился в России. И начал свой путь довольно давно с боевых искусств. Это было во времена Советского Союза. В то время было не так много информации о духовном аспекте йоги. Когда я практиковал боевые искусства, я испытывал некоторый опыт. Иногда я занимался на природе. И когда практиковал некоторые техники цигун, это китайская система, у меня возникло, например, ощущение единства между деревьями, рекой, небом и мной. Это меня очень впечатлило. И после этого я начал искать то, что мне объяснило бы это состояние. Это было очень адекватное состояние. Это было очень адекватное состояние. Не какое-то, знаете, безумно. В итоге я стал задавать своему учителю множество вопросов. И он посоветовал мне некоторые книги по йоге. Так я понял, что йога связана и с физической сферой, и с духовной. Конечно, тогда в нашей стране было недостаточно информации о духовной составляющей йоги. Но я интуитивно понял её. Я погружался всё глубже и глубже в эту систему. В то время в России случился финансовый и политический кризис. И вообще многое изменилось. Мой учитель уехал в США и остался там. А я решил отправиться в Индию. Но у меня не хватило денег на билет до Индии обратно в Россию. Я купил билет в один конец. Я оказался в трудной и интересной ситуации. Потому что у меня не было возможности учиться йоге у коммерческих и популярных учителей. Поэтому я мог жить только в разных ашрамах и храмах садгу. Садгу это индийские святые. В те времена это казалось мне чем-то очень удручающим. Но в конце концов я понял, что на самом деле ситуация была благоприятной. Так как я открыл для себя много того, чем обычно индийцы не делятся с иностранцами. Поэтому я воспринял ситуацию как удачную, что все сложилось именно так. Когда вы жили в России, вы достаточно серьезно занимались йогой, поскольку у вас была небольшая группа людей, которых вы учили. Да, в то время в моем городе было немного преподавателей йоги. Я практиковал самостоятельно, исходя из информации, которую мог найти в книгах, газетах, журналах и так далее. Когда я начал практиковать, что-то изменилось в моем характере, в моем поведении. Потом некоторые из моих друзей заметили и почувствовали это. Они заметили, что это позитивные изменения и спросили меня, что ты такое делаешь? И я объяснил им, что практикую йогу. Они попросили, не мог бы ты организовать занятия по йоге для двух-трех человек? Я согласился, они были впечатлены и впоследствии пригласили еще больше людей. В то время у меня возникла дилемма, потому что я учился в колледже искусств. Я считал искусство очень значимой сферой, йогу тоже. Но в итоге я выбрал йогический путь. В действительности я не планировал преподавать йогу большому числу людей. Все произошло спонтанно. Моя страна была изолирована от какой-либо информации. Но сейчас я понимаю, что это было хорошо. Потому что такое положение дел пробудило во мне любопытство. Поэтому все, что находил, я изучал как можно глубже. Вы затронули интересный момент в йоге. О том, что есть большая разница между восточной и западной йогой. И мы обсудим это после перерыва. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте. Вы смотрите Harmony in Diversity. Мы беседуем с йоги Мациндранадхам. Йоги. Мы говорили о различиях между восточной и западной йогой. Не могли бы Вы более подробно рассказать об этом? Хороший вопрос. Я приведу пример. Когда я впервые приехал в Индию, то увидел много садху, индийских святых. Конечно, у меня был культурный шок. Нормально для западных людей. Но в конце концов, я в многом нашел логическое объяснение. И я был рад, что такие люди делятся со мной своими знаниями. Но иногда они меня удивляли. Например, я повстречал одного садху. Он сидел на берегу реки, был полноват. К тому же курил ганджу. Я спросил его, почему ты это делаешь? Ты же практикуешь йогу. Йогин должен вести здоровый образ жизни и все такое. Нет-нет, ответил он, это очень ограниченное восприятие. Я настоящий йогин, потому что я безразличен к своему телу, безразличен к полезной пище. Обычно в современных йога-центрах вы можете встретить советы о полезной пище и здоровой диете. Он сказал, не заботься о наслаждении. Твоя проблема в том, что у тебя иное представление на этот счет. Мало-помалу, мой ум перестроился. Я понял, что йога – это преимущественно духовная практика. Разумеется, существуют некоторые физические техники, как подготовка. Но суть йоги связана с сознанием, с духовностью. В йога-сутрах мудрец Патанджали дает определение йоги. Йога шчитта вритти нирода. Йога означает спокойствие ума. Мой гурджи привел хороший пример. Ты должен быть как охотник, идущий в лес. Когда он видит добычу, он останавливается. Остановка называется нирода. И после этого он стреляет. Если он в движении, он не может сделать что-либо должным образом. Поэтому спокойствие необходимо нам для любых верных действий. Я думаю, такое состояние очень полезно для любого человека. На Западе в практике большой упор делается на разных позах, положениях тела и так далее. В вашей традиции это присутствует? Знаете, мы рассматриваем это как очень низкий уровень йоги. Это только подготовка. В традиции мы можем иногда выполнять асаны и дыхательные упражнения. Но без чрезмерного внимания к этой части йоги. Потому что йога – это яма, нияма, асана, пранаяма, адхара, надхьяна. Это анги. Анга означает часть, подобно тому, какие есть части нашего тела. Нельзя сказать, что нам нужно только сердце, а мозг не нужен. Что нужна печень или почки. Нам нужно все вместе. Поэтому следует систематически практиковать все части системы. Иногда, например, если у нас в уме есть некоторое беспокойство, то с таким беспокойным умом мы не в состоянии контролировать его. Это будет сложно. Следовательно, в таком случае мы используем управление дыханием, пранаяму. Мы можем использовать асаны как опору для нашего ума. Это помогает очистить. Похоже, очень многое зависит от намерений, чего вы хотите достичь и какова ваша цель на данный момент. Расскажите нам немного о традиции надхов. Как она возникла в вашей жизни и какова суть традиции надхов. Как я уже говорил, основа традиции надхов – это йога. Также, почему я принял ее? Потому что в текстах традиции надхов можно найти объяснение восприятия надхами этого мира, этого имени. На санскрите это звучит как Пракшапата Бенермукта. Мы не отрицаем, не отказываемся ни от какой религии. Но мы и не фанатики. В нашей традиции адепты могут принадлежать к разным вероисповеданиям. Ее последователи могут быть христианами, мусульманами, буддистами. У меня много учеников, которые исповедуют различные веры. Йога – это спокойствие, это естественное состояние. Можно достичь состояния йоги, используя любой из путей. Вот почему я был очень впечатлен и я принял это. Для ученых существует много противоречивых мнений о том, когда возникла эта традиция. Одни говорят, она возникла в 10 веке, другие – в 12 или даже раньше. Традицию основал святой по имени Гарагнат. Сейчас его считают великим йогином, великим гуру. У него множество учеников, в основном на севере Индии. Хорошо, прежде чем мы перейдем к беседе о севере Индии, мы ненадолго прервемся, но продолжим, потому что традиция надхов весьма впечатлеет. Мы вернемся через минуту. Снова здравствуйте. Вы смотрите Harmony in Diversity. Мы беседуем с йоги Матсендра Надхом. Я заметил, что вы носите кольца в ушах. Кольца. В чем их важность? Я уверен, что это не просто украшение. Да, это религиозный символ. По нему вы можете распознать надха йогинов в Индии. Тех, кто носит кольца в центре ушей. Это одно из посвящений. В моей традиции это высшее посвящение. Перед тем, как его получить, йогин должен совершить много приготовлений. Но оно не является необходимым для каждого. У меня очень мало учеников, кто получил это посвящение. Многие практики можно выполнять и не имея его. Однако оно весьма значимо, потому что идет из давних времен. Этот обряд инициации, когда гуру с помощью ножа прорезает ушные раковины ученика. Потом ученик сидит в темной комнате. В этот период гуру вдевают ему большие серьги, не такие как эти. Сначала он дает большие, потолще. Да. Дом их можно поменять, но в начале они в массив. Ты не можешь двигаться, можешь только сидеть. Спать тоже тяжело. Это своего рода испытание. Раньше, давным-давно, в древней Индии использовали обезболивающее. Таким образом, этой инициации по истечении 12 лет гуру проверял ученика. Если ученик опасался боли, вздрагивал или говорил «нет, нет, нет, я боюсь», то в будущем он уже не мог получить это посвящение. Йогин должен был подготовиться, используя многие практики, и только потом получить посвящение. Пребывание в темной комнате длится минимум 20 дней, может больше, например, 31 день. Все это время ты медитируешь на Гаракшанадха или Шива. Когда ты находишься в спокойном состоянии, тебе не нужно тратить много времени на сон. Обычно нам нужно определенное количество времени для сна, потому что у нас очень много беспокойств от социальной жизни. А если вы открыты для медитации, то сна нужно очень мало. Итак, это посвящение – символ приверженности традиции. Кунду имеет и другие значения, но это очень обширная тема. Это вершина айсберга. А тогда, в это время, когда вы были в глубокой медитации, был ли это какой-то духовный опыт? Увеличивалась ли его глубина, пока вы были тогда в таком состоянии? Да, конечно. Потому что ты все время проводишь медитации. Таких йогинов называют даршани. Даршани – это также и кольца. Еще даршан – значит опыт какого-либо божества или какое-либо духовное знание, или опыт, например, атмаджняна. В это время ты можешь осознавать свое высшее Я. Это своего рода тапас. Аскетизм. Но нужно много готовиться. Эти приготовления привели к тому, что у вас появилось много последователей. Не так ли? Вы проводите программы на международном уровне. Да, у меня много учеников в разных странах. Иногда я провожу программы в России, Украине, Белоруссии, Франции, Испании. Также я проводил семинары в Израиле. Еще у меня есть храм в Латвии. Это одна из стран Балтии. У меня там храм и ашрам. Кажется, вы упоминали, что вы были первым, кто принес традицию надхов за пределы Индии. На самом деле до меня было еще несколько человек из Италии. Они также были инициированы. Но я думаю, они не пытались распространять традицию широко. Во-первых, в Индии и в западном обществе очень разные осознания. Поэтому многие люди не пытались распространять традицию. Нужно много навыков, чтобы адаптировать эти обычаи. Я начал этим заниматься и достиг успеха. Некоторые другие иностранцы обратили на меня внимание и попробовали делать так же. Сегодня вы можете увидеть много йогов из других стран, которые также принадлежат к нашей традиции. У вас было преимущество перед многими из них. Я имею в виду, что ваша приверженность и интерес к йоге возник очень давно, и вы уже принесли некоторые жертвы, отказавшись от искусства и решив, что йога – это то, на чем вы хотите сконцентрироваться. Логично, что у вас возникает желание рассказать о ней. Интересно, а нет ли у вас учеников в Австралии? Есть. Возможно, мы могли бы, например, на следующей неделе провести интервью с вами и одним из ваших учеников, чтобы раскрыть отношения с Гуру и понять причины того, почему ученики делают то, что они делают. Это очень хорошее предложение. Да, можно будет пригласить. Большое спасибо, Йоги. Вы смотрели «Амали и Диверсити». На следующей неделе мы встретимся с Йоги и одним из его учеников и продолжим его интервью. Спасибо, что были с нами. Субтитры создавал DimaTorzok «Аллаху» «Аллаху» Продолжение следует...